всем привет сегодня давайте поговорим о том как правильно посадить котлею и пункт за пунктом разберем этот вопрос так у нас есть две модели требующие посадки есть вот такая с густой корневой которая рабочая в большинстве своем и в принципе здесь понятно по горшку можно подобрать достаточно широкий большой горшок в котором данная котлея будет сидеть устойчиво но например если у вас вот такой вариант видите корневая хорошая живая все прекрасно но она маленькая а горшочек вам надо подобрать именно под размер вашей корневой системы но при этом у нас достаточно высокое большое растение и горшок будет заваливаться опрокидываться для этого мы будем использовать утяжеление в горшке чем можно утяжелить горшок все конечно же зависит от того во что вы сажаете если вы сажаете в пластик который более легкий то вам понадобятся например камушки да вам понадобится что-то тяжелое если же вы сажаете в более тяжелую керамику здесь вам понадобится скажем так меньше камушков и могут быть другие варианты возможно сам горшок будет перевешивать картину все будет зависеть от вашего размера какие же камушки лучше взять для утяжеления мы берем или хорошо промытую например речную гальку или какой-то другой промытый тяжелый камень до чтобы он не отдавал в субстрат то что в нем накоплено мы бы для этого промываем но тяжелый конечно же чтобы он держал горшок если вас камень не пористый и он не будет выбирать в себя влагу то в принципе фракция значение иметь не будет также можно использовать вот такой лавовый камень он интересен тем что он пористый он умеет накапливать в себе воду и потом ее высвобождать я например очень люблю его подмешивать в весь субстрат при посадке котлейных такой камень лучше брать крупной фракции на дно потому что он все-таки будет подтягивать и удерживать воду чтобы у вас не развелось в горшке болота мелкую фракцию лучше конечно же не брать также можно немножко схитрить и на дно положить очень крупные куски коры или выбрать так наименее влагоемкую кору на вот например кусочки коры пробкового дуба очень крупной фракции очень хорошо справиться с этой задачей а дальше уже в зоне самой корневой вы будете использовать привычный для вас субстрат который вы используете для котлей в моем случае это кора перемешку с лавовым камнем но несмотря на то что вы будете утяжелять горшок у вас будет много материалов которые не будут проводить например воду в корневой системе вы все равно должны постараться взять максимально удобный плотный горшочек для корневой не берите очень широкие горшки потому что все таки вы все равно будете иметь шанс залить вы смотрите какое большое растение на и какой маленький горшочек вот собственно он и подойдет лучше всего и посадка подобной котлей будет производиться в такой горшочек что же касается вот этой дамы у нее очень большая хорошая корневая и мы можем позволить себе посадить ее например вот в такой же большой горшочек под ее корневую видите она достаточно хорошо разместилась полностью заняла горшочек вот так вот мы ее чуть-чуть и будем смещать при посадке и у нас образуется свободное пространство для следующих новых ростов мы берем горшки для котлей с небольшим запасом для новых ростов чтобы слишком часто не дергать и не травмировать растения но при этом не берем слишком больших чтобы котлея не загнивала в этом случае также очень важно правильное расположение котлеи в горшке что я имею ввиду и так наша котлея это симпадиальная орхидея которая нарастает увеличивая количество бульб продолжая свою резому и вот смотрите вот здесь это задняя сторона вот здесь вот есть старая резома здесь вот когда-то были бульбы и в эту сторону она скорее всего расти не будет минимальные шансы того что она вдруг может пойти в эту сторону при этом у нас есть вот эта противоположная сторона где у нас уже есть два очень хороших молодых роста и так опять-таки берем горшочек который мы перед этим примеряли и когда мы сажаем мы стараемся посадить максимально плотно котлею старыми бульбами в краю горшка а молодыми к свободному пространству чтобы котлея могла наращивать свои росты не упираясь в горшок и чтобы вам не пришлось в срочном порядке ее пересаживать или что-нибудь придумывать чтобы корневая пошла в горшочек пошла в субстрат и хорошо там укоренилась также очень важна форма горшка которую мы выберем для котлей идеальным будет низкий но при этом широкий горшок сейчас покажу меня есть на примере вот такого глиняного желательно чтобы диаметр горшка вот это вот был больше чем высота это в идеале ну хотя бы чтобы диаметр соответствовал высоте вот такой горшок более стандартный который чаще встречается не подойдет если вы возьмете его вам придется делать очень большой слой дренажа чтобы скорректировать скажем так нужную высоту где у вас будет субстрат и где будет собственно расти орхидея как дренаж можно использовать разные материалы самое главное это как бы это ваше удобство и это то чтобы материалы не были гигроскопичными они не натягивали много воды не создавали дополнительное болото у вас в горшочке и также чтобы они были безопасны и то чтобы они не выделяли различные вещества ваш субстрат не делали его более кислым более соленым и все в этом роде к сожалению керамические горшки встречаются вот нужной формы а пластиковые нет очень тяжело найти особенно прозрачный пластиковый горшочек подходящий для нас формы но есть не прозрачные кашпо в принципе кто хочет тот всегда скажем так найдет субстрат добрались мы наконец-то до этой темы субстрат для котлеи вы подбираете всегда только под свои условия вам никто не подскажет идеального рецепта у всех свои предпочтения свои условия свои привычки полива все происходит по-своему поэтому здесь вам придется подбирать самим главное что вы должны помнить что котлеи любят просушку они не любят стоять влажными и знаете такое золотое правило полива когда поливать котлеи вот если ты пришел потрогал она сухая тебе хочется полить подожди один-два дня и тогда полей то есть этим орхидеям действительно нужны просушки поэтому старайтесь подбирать для них быстро сохнущий субстрат также стоит помнить что некоторые котлеи не терпят замыкание резомы и они достаточно склонны гниля а в таких ситуациях я например подкладываю под резому крупные кусочки коры или даже целые у меня есть такие небольшие пробковые блоки что и природный материал корни хорошо его обвивают с удовольствием но при этом не замокает корневая потому что пробковый дуб на самом деле не натягивает особо много влаги в себя это его такой и плюс и минус ну и конечно же еще один из вариантов посадки это посадка на блок но к сожалению она не подойдет вот таким лошадкам потому что это ну действительно гигантский блок а лучше лежащие где-нибудь бревнышко но если у вас есть не крупные котлеи сейчас я вам покажу что-нибудь вот такое то вполне и очень удобно такую маленькую прелесть можно разместить на блок на этом все большое всем спасибо за просмотр переходите обязательно в описании к этому видео я думаю там будет очень много полезных для вас ссылочек заглядывайте на страничку фб на страничку в instagram куда вам удобно и ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео впереди еще очень много интересного и на этом все всем пока пока